О святом апостоле Фоме и против Ариан, и о том, что в Афракии захватил престол, кто и был схвачен, и что он был Арианин. 621. Повинуясь закону церкви, я собрался с силами и зашел на это седалище. Но меня подавляет величие предмета. Я недоумеваю и совершенно затрудняюсь, как мне взяться за дело и в каком роде повести речь. Проповедовать ли о Фоме, как о живом? Но гробница его возвещает об его смерти. Говорит ли о нем, как о мертвом? Но тогда против меня свидетельствуют дела его. Он и мертв, и бессмертен. Он умер, как человек, и обтекает мир, как ангел. И страдания потерпел, и со страстями борется, и лежит внизу, и радуется вверху. Ничто не могло его скрыть, никакое место его не утаило. Он просвещает вселенную. Он принял погребение, но повсюду сияет, как солнце. Останки праведного победили землю и оказались в пространении создания. Благодать посеяла его во всем мире. Все племена причастны Фоме. Он наполнил весь мир, и везде остается целым. На всю землю распространилась слава его, и в концах вселенной воздвигнуты им победные знаки. Как мне назвать его? Солнцем. Но для него нет ночи. Звездою, но он не меркнет и днем. Во всякое время он озаряет создание. Всякий мрак побеждает во вселенной. С ним нет уже ночи. Тьма им не овладевает. Река не удерживает. Море поглотить его не может. Океан его знает. Варвары чтут кому. Все народы сегодня празднуют. И его слова, как бы какой дар, приносят владыки. «Господь мой и Бог мой!» Иоанна 20, 28. «Родич мой и Творец мой, Избавитель мой и Царь мой. Вот чему научил нас сама. Вот что оставил он нам в наследство, как детям». Человеческий род дорожит его словами, как сокровищем. Все люди за них держатся крепко. Известны эти слова и ангелам. И для них это исповедание служит, как бы якорем. Вся тварь украшается его учением, как венцом. Только один арий чуждается этого слова. Один он лишен этого наследия. Один не разделяет с помою веры во Христа, как Господа. Не признает его вместе с ним Богом. Называет рабом владыку. Тварью сияния. Незаконным законного. Созданием создателя. Не называет владыку Господом и Богом. Не переносит истины. Не соглашается с Фомою. Не последует праведнику. А между тем и он почитает настоящий его день. И празднует его вместе со всей вселенной. Присисляя самого себя к друзьям Фомы. Но не обманывает порог добродетели. Не соглашается с путеводителем истины. Тот, кто заблуждается. Знает пастуха, зверя. Знает охотник, волка. Знает кормчий, волну. Знает пристань, бурю. Знает полководец, врага. Знает Фома, ария. Знает и преследует его. Не принимает апостол чести от благохульника. Не входит в вертеп убийц. Не соглашается с ними. Отвращается от собрания беззаконных. Гнушается голоса ему противоборствующего. Ненавидит уста, говорящие против Бога неправду. Псалом 76.6 Отвергает язык, не именующий Христа Господом. И взывает к нему от всей вселенной. Ари, зачем меня прославляешь? Зачем утучняешь маслом мою голову? Зачем празднуешь мой день, беззаконник? Я не принимаю твоей похвалы. Не соглашаюсь с твоей суетной верой. Не признаю твоего беззаконного учения. Не почитай меня, нанося бесчестие Создателю. Не принимаю я чести, порождающей бесчестие. Если ты владыку оскорбляешь, Зачем почитаешь меня, раба? Если моей веры не разделяешь, Зачем празднуешь мою память? Если не соглашаешься со мною, Зачем входишь в общение с моим гробом? Я научен исповедовать Христа Господом и Богом. Я сизал рукой и нашел истину. Я удостоверился собственными верстами. Не с чужих слов я проповедую. Не по слуху я говорю о чуде. Не поверил я тем, которые мне сказали, Видели Господа. Я не соглашался с апостолами. Отстранил Петра, пытавшегося научить меня. Я сказал ему, Человек, что смущаешь ты меня? К чему мне слово, когда нет дела? Зачем требуешь, чтобы я верил на слово? Если не увижу, не поверю. Ты увидел? Пусть увижу и я. Ты убежден? Дай убедиться и мне. Ты научился? Хочу научиться и я. Пусть увижу то, что мне предстоит проповедовать. И я буду проповедовать. Никто не проповедует по слуху. Никто не предлагает учения, почерпанного из молвы. Никто не захочет слушать меня, говорящего с твоих слов. Если меня спросят, правда ли, что Христос воскрес, что мне сказать? Если я скажу, Петр говорит, что воскрес, кто мне поверит? Пусть я увижу и тогда буду проповедовать. Пусть научусь и буду учить. Пусть удостоверюсь и тогда поверю. Тогда и я мог бы сказать о себе. Фома послал мне от людей и не через людей. И вот когда я говорил это, явился Господь и тотчас разрешил спор. Он сказал мне, что с тобой, Фома? Что ты споришь с Петром? Что припираешься с друзьями? Пойди сюда. Познай чудо опытом. Научись воскресенье самым делом. Подай руку твою и осмотри тело. Если вместишь, держи. Если имеешь чистые персты, осижи рано. Если веришь, будешь иметь успех. Если же только противоречишь, не найдешь. Если не веришь, не узнаешь. Если сомневаешься, не воспримешь того, что страдало. Если водишься страстью, не уразумеешь бесстрастного. Услышав это, я очистил свою душу от неверия. Разрешил сомнения мысли. Воспринял убежденный ум. Я связал тело с радостью и трепетом. Вместе с перстами удовлетворил и внутреннее сердце. И почувствовал двойную силу. Я прикасался и видел. Осязал рукой и тело, а душой видел Бога. И внешнее я нашел удивительным, а внутреннее страшным. Видимое великим, а постигаемое умом чудесным. Тогда-то, пораженный всем тем, что воспринял, воскликнул я. Господь мой и Бог мой. Действительно, я ничего не находил в нем рабского. Ни в чем не видел уничижения. И то, что одной природы с нами, у него блистало. И божественное сверкало. И носимое было возвышено. И носящее прославлено. И когда как мыслимы были два предмета, Лицо поклоняемое было одно. Это я постиг опытом. Это добыл перстом. Это уразумел душою. Ты же, Арий, откуда научился в своей хуле? Откуда познал то, что проповедуешь? Осязал ли ты Христа, как осязал я? Простирал ли к нему свою руку? Исследовал ли его раны? Можешь ли сослаться в подтверждение на свои персты? Обнимал ли ты Господа? Какой рукою? Не той ли, которая ограбила апостолов? Не той ли, которая приняла добычу варвара? Не той ли, которая получила мзду нечестия? Не той ли, которая расплавлял сосуды? Ей ли ты осизал Христа? Да не будет. Не так несправедлив Владыка, не так неблагоразумен Христос, чтобы тебе верить в собственную плоть? Ты не обнимал того, кого отверг, не осизал того, кого возненавидел, не исследовал того, кого умалил. Если бы ты исследовал, ты бы не унизил, если бы хорошо рассмотрел, не истолковал бы так дурно. Прощь со своим нечестием, не звернись со своими союзниками. Вот я уже и не спроверк один твой оплот, вот я освободил фракию от твоей власти. Еще немного, и я уничтожу тебя везде. Еще немного, и я изгоню тебя из всей вселенной. Теперь я поразил тебя во главу, а вот и Запад освобожу от твоего безумия. О, блаженный Фома, исполни же свои слова на деле, оправдай их доброе начало, подкрепи таким же концом. Освободи и Запад, как ты освободил фракию. Пусть и разбойник будет обезглавлен подобно мятежнику. Увенчай царя победой, даруй миру мир, вознаградил Сергия молящихся, прими мольбы всего города. Ведь все возрасты городского населения имеют пред собой своих представителей. Старики и юноши преподают к твоему гробу, девицы и отроки обнимают твое тело, младенцы, подобно птенцам, обращают к тебе раскрытые рты. Не пренебреги этим зрелищем, не оставь наш труд счетным, дай нам награду, достойную наших усилий. Ничего особенного мы от тебя и не требуем, просим того, что ты имеешь. Ищем того, что ты дашь. Желаем того, что желательно и тебе самому. Желаем, чтобы враг был поражен, арий был низложен, царь увенчан и мир обращен ко Христу. Чтобы Христос был прославлен и от всей совокупности вселенной ему возглашалось «Господь мой» и «Бог мой». Ему слава, честь и держава во веки веков. Аминь.